добрый день дамы и господа всем привет из канады как вы догадываетесь мы сегодня идем в юникло снова с вами потому что я прослышала что появилась новая коллекция джилсандер но как я убедилась у нас в канаде она даже и и не ночевала что называется в общем то смотреть особо обзирать особенно нечего вещи все те же самые которые я вам показывал в своем прошлом видео но я кое-что взяла в примерочную поэтому я сейчас не останавливаюсь подробно на на том что я показываю то что все эти вещи я покажу в примерочной подробнее единственное что я забрела вот по дороге уже назад по дороге из магазина в мужской отдел и нашла там неимоверное разнообразие красивых ярких свитеров кстати шерстяных и потрясающе красивых курток вот женском отделе нет таких цветов а в мужском вот такое вот разнообразие вот такая лепота вообще выбор в мужском отделе вещей намного больше чем женском женском как-то все разобрали ничего нового не подвезли а в мужском вот много всего много свитеров много красивых курток и необыкновенной красоты морской цвет морской волны кепки это тоже мужском отделе как вы знаете кепки это виск сезона причем именно для девушек так что вот а это кепки были мужские но не важно все давайте перейдем уже к примеркам желаю вам приятного просмотра всем привет из канады сегодня мы снова не клуб и снова нам не повезло с примерочным большая например что любимые заняты и придется мне вот тут вот лететься малюсенькой примерщины который совершенно неудобно очень удобно для съемки ну что делать не даже что называется хотя мы будем надеться чтобы тихо я в зале не снимала потому что на самом деле нового особо ничего нет а я просто принесла те вещи которые я смотрел в прошлый раз это когда я примеряла пуховики но тогда у меня было тематическое видео про пуховики а сейчас я решила померить некоторые вещи поэтому вот принесла кое-что там мне еще одно платье вот такое большое с горлом я вам показываю в прошлый раз и давайте будем верить мы покажу что нам нет традиции нам не пальто нет не пальто нам не потратиться традиции покажу что на мне у меня ключи от машины поэтому карман так висит я вообще как капуста сегодня оделась потому что у нас очень прям так стал как-то холодно и я решила что надо утеплиться до пуховика я еще как-то не дошла поэтому я надела такую теплую пальто из ткань мужского покроя снизу у меня платье и пиджак сейчас я сниму пальто и покажу все остальное так на мне платье вот такой вот асимметричная я не знаю может быть асимметрия уже вышла из моды но мне нравится я буду носить на мне пиджак и такой пиджак цепочку я надела пояс у меня такой хитрый решила надеть его потому что он лежит 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 я его не носила не носила потом решила что вот пришло время наконец-то и такие казаки сапоги близко внука я сегодня девочки высокие казаки такие знаете вот решила я немножко дать отдыху своим ногам и давайте будем верить да с чего начнем сейчас подумаем ну что вечный спор можно не носить мини после 50 заодно после 40 заодно после 30 когда-то я помню говорил что после 40 нельзя не носить сейчас слава богу как-то нравы помягчили и по моему уже мини после 40 вообще не обсуждается но после 50 еще можно как бы обсудить это из той же серии можно ли носить длинные волосы после 50 после 40 в общем то можно все если вам удобно и если вам нравится и если вы себя чувствуете в этом комфортно то есть то что можно все что угодно я повернула телефон потому что примерно маленькие я не влезаю вот такой у меня мини юбка и очень красиво свитер прекрасного голубого специально взяла его потому что он синего цвета подходит к юбке мне кажется знаете мне кажется красиво ну вот честно правда юбка может немножко коротковато но на мой взгляд мне нравится что вы скажете девочки юбка могла бы немножко побольше это размер 6 8 не было чтобы понимали разобрано все просто все юбки остались вот так вот такие юбки остались размер нулевой 2 4 8 я хотела но не нашла если бы она была 8 она немножко спускалась бы ниже у меня здесь на талии и было бы чуть-чуть длиннее а так в принципе ну то чтобы примеряя то что есть кстати подумал что очень неплохо это будет с моим пиджаком единственное что свитер такой объемный я взяла специально размер large чтобы чтобы он был побольше пообъемнее и поэтому пиджак так у меня узковат и в общем-то с трудом влезла но в принципе мне кажется знаете очень красиво получилось вместе довольно симпатично мне очень нравится этот свитер мне нравится в нем горло знаете что она не узкая а такой вот широко объемная я не очень люблю горло именно за того что меня то не всегда душит а здесь вот так она так свободненько лежит в принципе и греет и не не очень не очень облегает очень хороший свитер мне он очень нравится юбка это больше для для показу а свитер а свитер действительно очень очень мне понравился это large можно было бы наверное и medium но в принципе мне кажется что именно он должен выглядеть вот таким вот знаете объемным широким сразу сниму вам размеры состав этой юбки значит я примеряла размер 6 как искала чуть-чуть не маловато лучше бы конечно было 8 до 8 не было и в ней есть шерсть 33 процента шерсти 67 процентов полиэстер я принесла еще брюки но если немножко ошиблась если честно я думаю что они такие широкие они совершенно такие знаете как скинни совершеннейшие скинни и размер не великоват но ему страшно принципе нормально сейчас я может сниму сапог покажу насколько они скинни сейчас пардон за за носки эти вот такие вот совершенно скинни скинни брюки так может мне остаться что чтобы вы понимали о чем речь я хотела их примерить именно с этим свитером потому что хотел посмотреть как этот свитер с брюками с джинсами в принципе вот джинсы можно и широкие можно узкие а вот сейчас в принципе ведь очень можно заправлять снова стало модно заправлять я сейчас выключусь на минутку снова стало модно заправлять брюки в сапоге вот узкие джинсы чтобы как бы именно вот такие вот жакейские сапожки правда же сейчас так модели мне кажется я не могу они меня к исполняют на светлый цвет всегда вполне естественно как как вы не хотите и сидят так себе как-то они не очень на мне как есть мне кажется что очень подойдет к этому комплекта мою пальто потому что видите здесь у меня пальто черное в белую клетку брюки такие молочные сапоги черные и голубой свитер немножко добавляет цвета к такому черно-белому сочетанию я могу сейчас попробую вытащить эти брюки чтобы не выглядело это как-то что-то по жакейски прямо в общем посмотрим если можно их вынуть надеть сверху на сапоги я пока решила вам заснять свитер значит стоит он 50 долларов размеров large и это стопроцентно шерсть написано что это премиум ламп слоу то есть это премиальная овечья шерсть что это очень хорошо очень красивый цвет и их есть несколько цветов было больше сейчас уже раскупили но я думаю что на веб-сайте вы найдете еще цвета и в общем то вот размер я думаю что ваш это то что нужно хорошего но удобно хотела я сделать монохром заправить верни вытащить брюки сверху на сапоги мне не удалось потому что они очень узкие внизу идея была другая идея была надеть вот эту толстовку брюки я думала что они зуба шире чтобы они как брюки они как джинсы ну получилось получилось очень интересная толстовка знаете она сделана из такого неопрена и это коллаборация uniqloss потом покажу с чем я не помню если честно тоже размер лавчина довольно объемная и вот с брючками получается такой хорошенький монохром интересна она тем что у нее здесь молния сбоку сейчас попробуем расстегнуть молния расстегивается и толстовка получается намного шире чем с молнией застегнутой ну вот и вся вот и вся красота какая-то интересная деталь но единственное что она совершенно вся синтетическая это как-то это как-то не очень появились вот новые куртки это нет не такая же точно это и другая вот я в прошлый раз мерила такие знаете как я их называлась нижняя курточка под пальто а на самом деле они похожи у них похожая прострочка на это другое видите во первых здесь манжеты сделаны из трикотажа во вторых здесь сверху пишет карман чего нету в тех куртках но тоже мне нет воротника здесь есть карманы мне но очень нравится и они сразу цветов есть такого цвета есть такого зеленоватого серо-зеленого есть синяя по моему я сниму потом вот очень мне она понравилась мне кажется что вы даже знаете каким монохромным вверхом и низом если надеть сверху эту куртку и вот уже получается очень симпатичный комплект толстовка это коллаборация с на денег луэн серый это такая компания довольно дорогая это размер и состав у нее конечно же абсолютная синтетика что у нас тут 90 полиэстер всем спандекс но это такой знаете прям не амплент вроде бы эта ткань вышла из моды но по нему решила что нет вот вот этот замок у них разная large значит что она мне понравилась в магазине я посмотрела потому как это на необычное интересное но если честно как-то такая синтетика прям синтетика синтетика но такой не носить так я снимаем эти брюки хотя они какие-то не очень удачные ведь они совершенно скинни внизу я думала что он как-то пошире мне казалось это размер 30 стоит они 50 долларов а вот написано скине высокая посадка я очень мелко написано я была без очков но по-моему у них сейчас все такие какие-то у них нету таких обычных широких брюк я вот именно хотела какие-то fight молочного цвета вот этой вот штуки у меня была идея создать монохром ну окей ладно сняла эти брюки неудачные облачилась я снова в эту юбку буду смущать вас по своим мире и и хотела я примерить такие у них появились толстовки это называется коллекция лувр они из разных цветов есть такая есть бежевая по-моему есть черные с разными картинками но все вот изображают какую-то живопись какое-то искусство на них изображено в общем там много этикеток разных я потом эту сниму толстовку и покажу вам что там написано но в принципе они симпатичные они такие интересные мне очень даже нравится обычная совершенно толстовка хорошая такая длина хорошая ширина она не узкая не обтягивает ничего и вот такие вот интересные картинки вот эти вот живописные довольно довольно симпатично смотрите как симпатично с этой курточкой она в общем-то как-то сочетается по цвету куртка бортового сиреневая в сиреневая толстовка юбка короткая в общем-то немножко такой подростковый образ но представьте что юбка подлиннее в принципе вполне нужно так ходить расскажите девочки мне кажется совсем неплохо толстовка у нас размер large видите здесь написано что это лувр музей лувр музей ну музей лувра коллекция прям такие такие красивые разные всякие этикетки стоит она кстати 30 долларов не так уж и страшно состав стопроцентных хлопок что еще про не сказать ну в общем всякие надписи картинки симпатичная немножко такой цвет как он называется все что-то сиреневый но я бы сказала что он будет пыльной розы наконец платье который я очень хотела примерить такое большое объемное шерстяное платье она очень объемная она тоже есть нескольких цветов я не помню сейчас на распродаже можете нет я не думаю честно говоря ну в общем вот так вот широкая очень удобная вещь на зиму она длинная у него есть такие я сейчас померила с поясом я думаю что с поясом тоже будет хорошо у него тоже вот такой вот высокое горло но такое объемное широкое горло которое в принципе не должно создавать никаких неудобств на шее и в общем то как бы ну вот удобное платье сказал я что это размером медиум довольно объемное довольно широкое у меня пузик поэтому мне как раз то что надо чтобы не облегала мне кажется что с поясом значительно лучше может быть потому что я люблю пояса если честно мне все нравится больше с поясом вы знаете видео да еще знаете чем она хорошо что вот такой вот акцентный очень яркий пояс можно с ним носить потому что вот платье такой play как-то у нас называется то есть ну никакое да я не знаю как-то перевести play без ничего в общем то не могу вспомнить как сказать по русски и поэтому вот такой вот вот с такими вещами можно носить красивые пояса красивые украшения какие-то большие броши усы цвет такой что в принципе можно все 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 с ним любой любые украшения любые пояса любую обувь любую сверху какой-то то в принципе все все подойдет и конечно прям просто к нему эта курточка потому что они очень подходят по цветам сейчас настоящему на круг у нас получился очень удобно то что в этой куртке ведь они нет воротника поэтому вот платье или свитер вот таким от большим горлом можно с ней носить это кстати очень очень классная вещь очень удобная или какой-то шарф красивый куртки без воротников очень хорошо тем что с ним все можно очень любить всего сочетать вот я и застегнула и в общем-то она неплохо мой размер медиум я думала что она тоже будет но она в принципе довольно довольно так хорошо можно было бы конечно лардж в принципе можно было бы конечно лардж но не обязательно так давайте я сниму вам тем это был размер медиум стоит она 49 90 то есть 50 долларов и здесь 60 процентов акрил крест нейлон 8 шерсть и вас пандекс в общем 8 процентов шерсти в нем имеется и будет это размер медиум стоит она 99 долларов 100 что и почему-то они назвали его коричневый но на мой взгляд он не коричневая такой бордовый ну ладно да и состав его ну вверх конечно на волосом сама ткань а вот наполнителя него хорошими 85 процентов пух и 15 процентов то есть принципе она довольно довольно такая теплая но опять же тоненькая это сильно теплая нет ну хороший наполнитель в принципе на не очень холодную погоду она будет совсем неплохо подкладочка это страшно интересная желтая большая этикетка я думала что то что это интересно написано на самом деле ничего интересного просто какие-то реквизиты мы сегодня представляете сколько времени я провела в этой примерочной пережидая хлопанье дверями крики соседей по по палате хотела сказать соседей по примерочной таскане каких-то громыхающих коробок за дверьми и в общем ну все равно конечно попала попала в мою съемку потому что это невозможно все время какие-то тут движения происходят все время какой-то шум я старалась как бы его избежать но наверное что-то попало потому что я и тут так сижу уже на час потому что я пережидаю вот эти вот грохотания сейчас вроде бы что-то как-то успокоилась так что будем прощаться надеюсь в тишине все дорогие друзья надеюсь что вам понравилось было интересно подписывайтесь ставьте лайки увидимся в следующем видео с вами была ваша девиз канады пока пока